Парк Шевченко – популярное место отдыха горожан. Здесь же выгуливают своих питомцев владельцы собак. Но согласно правилам, выгул животных на зелененных территориях, в том числе в парках, скверах, детских и спортивных площадках, запрещен. Часть симферопольцев считает, что решение нарушает права владельцев собак и просит администрацию оборудовать специальные места для выгула питомцев. Но есть и те, кто категорически против выгула животных в парках и скверах, так как хозяева собак гуляют с ними без амуниции. Надо было давно запретить, чтобы собак гуляли там, где-то, там, около дома. Приходят и не посидишь на скамейке. Ну, собачек тоже можно понять, как бы. Вот здесь стоит высотка, она без двора. Естественно, что владельцы собак, которые живут там, даже просто выйти некуда. Правил выгула животных в крымской столице придерживаются немногим. Жители Симферополя жалуются. Многие владельцы собак не убирают за своими питомцами. Но есть и сознательные собачники. Александр Бондаренко каждое утро вот уже 10 лет выгуливает малыша. Рассказывает, за питомцем убирает всегда. Про запрет впервые слышит. Я думаю, что законодательство относительно животных еще у нас очень слабо развито. Нуждаются в доработке и делать какие-то жесткие, такие жесткие запреты очень рано, потому что больше так гулять негде. Чтобы выйти на прогулку с малышом, Александр берет с собой все необходимое. Боощение какое-то, чтобы воспитывать собаку, чтобы с ней общаться, заниматься. Есть кармашек для лакомства и кармашек для мобильного. Брать с собой амуницию обязан каждый. Пока за нарушения штрафовать не будут. Но с четвероногим друга можно пройти через парк, только если собака в наморднике и на поводке. Сабина Денива, Дмитрий Низовой, Арсен Фукала, телеканал Милет.